У меня вот наплывают воспоминания о советском времени, когда к власти пришел после правления Брежнева, немножко Черневка, из старца Кремля, пришел к власти Горбачев. И вот он был у нас в Донецке где-то в 89-м году, и люди, я видел, как радовались его прибытию, прям не хотели с ним общаться, кричали, Михаил Сергеевич, и так несколько раз скандировали, чтобы он к ним подошел. Но вот наступил этап так называемого путча, который произошел 19 августа на день преображения Христа в 91-го года. И тут же, и тут же общественное мнение переменилось к Горбачеву. Вот он нехороший, вот он такой-сякой, особенно когда к власти пришел Ельцин, вообще ему житья не стало, за границу даже уезжал. То есть откуда у людей такая перемена настроения? То хороший был, то стал плохим. И аналогию провожу. Господь Иисус Христос столько много сделал добрых дел. Накормил тысячи людей, это чудо необыкновенное. Исцелял мертвых, жалял мертвых, исцелял больных. Но эти дела невозможно было не видеть. Но почему через некоторое время, через 2-3 дня на суде у Пилата тот же самый народ кричал, стал кричать, распни его, распни его. Что за движущие такие пружины общественным созданиям у людей? Почему они так легко меняют свое настроение? Что в нашем случае, когда отношение Горбачева изменилось, то он был патриотом, лидером перестройки, видным деятелем. А теперь стал чуть-чуть не самым последним человеком, который развалил Союз и так далее. То Господа возносили, хотели целем сделать, израильским. То через 3 дня его кричат, распни, забывая все его заслуги перед народом. Все же он говорил. Что же это за такое явление у народа? Что у еврейского тогда было? Что у нашего советского, русского? Как бы тут, во святой Библии, осветить эти сложные вопросы? Они психологические, и политические, и нравственные. И как этому противостоять, если есть такая возможность? Ну что, человек переменчив, это свобода воли. И вот когда, если говорят люди, такие развращенные, от Адама до потопа 1656 лет. Полторы тысячи лет. И никого нету. Все отступили. Восемь человек, семей Станой. Семей Станой, да еще и Хапта. Ну вот так. Что касается Христа, то мы ниоткуда не видим, что те, которые были исцеленные, были воскрешены, а они кричали, распни его. Вероятно, их там не было. Это кричали люди, которые и тогда подходили, недовольные, жаловались, рассказывали. Но интересное толкование дает митрополит Григорий, санкт-петербургский митрополит еще до революции, что ждали-то от Христа другого, не все или время восстанавливаешь царство. Они ждали его на белом коне, как победитель, а он сел на ослах. То есть совершенно не делали то, что нужно сделать. Сверху ненавистное римское владычество. И поэтому, когда говорят и об народе, и отдельно об Иуде, то первое предательство и интересы от народа сделал Христос. Иуда уже предательством отвечает на предательство. Я шел, он перед родными, все знали, какое он. Вот-вот царство будет, я получу министерский пост финансов. Я буду банкиром. У него же была с собой касса, общак. Но вдруг ничего этого нет. А потом уже понял опять, кровь невинна, увидел, что на допросе нигде ничего не доказано. Такая штука. А что касается Горбачева, то народ ждал перемен. И это понятно. Говорит без бумажки. Дает такую свободу. Можно анекдоты рассказывать на кухне, никого не посадят. Все так. Но люди были совершенно неподготовлены к тому, что дальше началось. Я первое время, когда он наступал, я гляжу избрание депутатов. Дума. Там в Верховном Совете они выступают. Я на день, два, может быть, я еще приглядывался. А дальше понимают, какое умное дело нам было. То есть, а я при чем? Депутаты решили. А решили то, что сказал Вор. Его идея, они ее продвигают, голосуют. Дерутся. Все, которые там были. Егор Лихачев. Ну, там их много было. И нуждали в укушении. А то, что будет развал, что республики пойдут против и отойдут своих князей над собой, поставят. Вместо Гейдара Алиева и его сын Алиев будет. Вот. И что Эдуард Шеварднадзе с смертью придется ему убегать. Вот. Это не готов был народ. Не готов. Они ждали другого. И вдруг такое. Вот в Литве, Латвии, там они пограничные посты, специальные спецназы. Были посланы и солдат поубивали. Ну, кто поубивал-то? Дальше ворвались на радиостанцию. В Риге было. Кто? Ну, все же они и те же люди. Ну, какой бы он ни был, вот, в Румынии еще в Ушеску, где его расстреляли вместе с женой Еленой. Сегодня приоткрывается, что его предупреждали. Этим делом занялось КГБ, что он отходит. А что будет полный развал Варшавского дома, об этом даже не было. Это все делалось по плану. По плану. У меня стихотворение есть, как он на стене стоит. По плану сплавил все депутатом, они пошли. Что он? Ставленник Маргарит Тэтчер, тоже никакой. И он на острове Мальта был. Был такой велик. Это тот остров, на котором Павел был выброшен. Бурей. Да, там островик был. А что они там решали? Ему показали так и так. Ну, вы понимаете, дальше-то идет к войне. Значит, зло. А теперь Горбачев говорит, у меня была одна задача разрушить КПСС. Генеральный секретарь сегодня прямо пишет. Но никак не мог, пока не станет генеральным. А потом будет, им нужно было, чтобы перед народом оправдаться. У него была очень сильная контрпартия военная. Военный путь, переворот, его бы сбросили. Ему необходимо было убрать. А как убрать? Соколов, Маршал, ну, все остальные. Язов тут. Ничего нельзя было сделать. Сделали. Мать его сруст на своем самолетичке. Это все за договоренность была. Все. Теперь этот день назначают, какая там у них, как называют это, работа, осмотр, останавливают радиостанцию, локаторы. и он летит. И в это время на Красной площади столбы, провода все убирают. Никто не знает зачем. То есть аэродром готов. И он про это, теперь, чтобы не было на нас ничего нигде, не сбивать не надо. Сопровождайте, посадите. Никто не поймет, что за самолет. А он и летит около самой земли, а они на такой скорости все в машине. Сверху-то, он отеля повернул, они его потеряли, локаторы его не берут, выключены. И как только он сделал, Горбачев, он сразу же показал, то это мог быть самолет с атомной бомбой на Кремль. По порядку всех. Министр Соколова всю верхушку, которую составляли группировку против Юн, снял один. Шахматная доска оказалась свободная. А теперь на эту свободную, он ставит своих людей, каких надо. То есть это глубоко эшелонированный, продуманный план. Я не знаю, я говорю, а теперь это все показывает. Мне это было понятно с первого дня. Это все заранее. Тем более, в это время там разные журналисты, немецкие, на Красной площади ждали. Он садится, все заснимается. Все снимается. Притом видно, что профессионально снимают, готовились. надо, что он выходит, интервью дает, этот Матфей. Он думал, еще когда маленький был, быть патриархом России, быть патриархом. Ну, когда он приезжал, на него зубами скрегочил, он говорит, ну, а я все, я мальчишка был еще. Тодру, а ему сказали, года полтора посидишь и выпусти, а там тебе сразу миллиона полтора на мамарах и прочее. Это самолет Сесла там перекупили, какой он спортивный где был, вот где он заправлялся, летел, теперь уже на десятки раз проверено. Все это заранее было запланировано и Горбачев ждал. Ждал. Ему нужно было убрать эту антигруппировку. И он ее разрушил, убрал. Ну, а дальше это путь. Он где был на Форосе, мы там проезжали, я там был, посмотрели где. Все это заблокировали, я ни при чем. А в Грузии теперь, там вышли они за свободу, еще не разрушено было, ДГК ЧП. Они солдат напоели, дали им эти саперные лопаты, оттащили, как бритва-то, и рубили подряд там полураздетых девушек, кто там были. Там они нарубили много. Ну и все, страна, республика отпала. Зачем нам эти палачи? Это же было при Балтике. Ну, остальные уже деваться нехуды. И Тарас Ельза заявляет, я тоже выхожу. Она вышла, если я больше никого и нету. Так, относительно переменчивости, это так, ждали одно, обманул их чаяния. Ну и поэтому так и получилось. Ничего тут особенного нету. Надежды их чаяния были преданы, на ней предатели оказались. А вот у меня спрашивают, ну, кто там так сказать, спрашивает, а вам и приходилось так вот поступать, как бы предавать. Те, которые надежды возлагали, ну, как я, я бы сразу сказал, да, приходилось, а где? Ну, с шариком. Он ждал, что я принесу, его еды, я не принес, обнадежил его, с голубями, значит, с кем я вожусь-то? Я не пришел до вечера, пришел, а у них еще нет, они голодные, легли спать. А это плохо. Ну, я задержался на работе, а вот сейчас они уже сидят, уже голуби, они как курица, она рано ложится, рано встает. Вот так. Удивляться, конечно, нечему. Тут еще агитация, все первосвященники, все заботились о том, чтобы мнение народа настроить против. Они же сказали, допустим, Христос, за ним идете. Сейчас новые когорты ведут в Рим. Даже та свобода, которая есть, она будет отнята. Это все вон с мутьем. Ну, естественно, надо было оправдаться. Вот так. Вы как-то в своих работах занимались вопросами следования масонских обществ. И мне попалось на глаза заявление, еще, по-моему, довоенное, нашей русской православной церкви за границей об опасности масонских этих лож для России и для всего мира. Вот у меня возник такой вопрос. Ну, если это делалось по этому плану и разрушение Советского Союза и другие такие катаклизмы, которые происходили неожиданно для нас, кто был кумиром Грабачев, Хрусталом, другом народа, то действительно можно предположить, что нашим миром управляет вот это масонское правительство, используя рычаги свое влияние на руководителей. Вот я так полагаю, что и в нашей Украине то же самое происходит. Не зря говорят, что наше правительство находится под внешним управлением. Стало быть, хорошего нам ожидать тоже не приходится. но это опять-таки попал. говорят, говорят, знают. Понятно, что это умышленно так натовить друг на друга. Я в свое время тоже под влиянием воспитания этого советского, нашего патриотического хотел было взять в руки даже оружие, защищая выбор нашего Донбасса после референдума о нашем статусе, как территории, на которой должен царить прежде всего наш русский мир. И было, что удивительно, ведь выборы эти проходили, этот референдум, в условиях открытости, и люди замечали, что масса людей приходили на избирательные участки, чтобы проголосовать. И голосование мало чем отличалось от голосования в Крыму. Но сейчас изменилась ситуация. Мы прошли войну, в которой она нас обрушила правительство наше, украинское, которое не согласилось с тем, чтобы Донбасс был, скажем так, отделен от Украины, от ее власти. И люди сейчас наставали некоторое разочарование. Как же так? Мы хотели жить как в Крыму, а живем так, как предрекает нам Порошенко, что ваши дети в Донбассе будут сидеть в подвалах, а наши учиться в хороших таких вот просторных светлых зданиях. Было такое заявление. И люди сейчас подчисло, я не могу сказать за всех, понимают, что возвратиться теперь обратно к тому состоянию, которое было до военного переворота в Украине, уже невозможно. Нужно вести какой-то диалог, какой-то диалог, чтобы целый с Украины обеспечивался не методом военного давления и, с одной стороны, Украины, а, с другой стороны, отпора со стороны наших ополченцев или же поддержанных нашими русскими товарищами. Потому что без поддержки русского оружия Донбасс никогда бы не устоял. Это однозначно. Но такое состояние, оно допущено Богом, естественно, за наши грехи. Но какая же перспектива Библии применитель над тем событием, которые происходили в истории израильского народа нам ожидать? Вот на ваше мнение. Ну, допустим, мы найдем аналоги такие были времена Раваама, сына Соломонова. Но нашелся человек, он решил еще более жестко показать себя. Он сказал, совет-то был дан, и те советники, которые были при Соломоне при Дамире. Их не послушали, а послушали молодняка, который сделал мой мизинец толще шреса лапса. Скажи им, наказывал бичья, но я буду наказывать скорпионами. То есть, эта бич с крючком вырывает куски тела. Ну, еще получилось. Два колена остались, десять отошли. Вот тебе и Донбасс. А кому это на пользу? Господь допустил за беззаконие, больше ничего нет. А хотели поговорить? Хотели. И уже готовились к войне, но сказали, не надо, это от Бога. Стал человек, пророк, и повернул войска назад. Все. А наступило время, подобное, как при Гитлере, все объединилось. Это уже не до колен, не до чего. Только как выжить. Так и здесь. Пока еще все есть, еще какие-то ниточки позволено дергать. А как ничего не будет, и все сойдется на одном, поесть. на еде. Ну и полностью аналогию брать, вот тогда было так, а потом соединилось, никак нельзя. Похоже. Вот русские говорят, ну и было же такое, что смутное время, ляхи, банды гуляли везде, а потом собрались вместе незнакомого, неизвестного Михаила избирают. Ну это другой вопрос. Избирают. Это уже земщина, сезаны, сезаны избирают неизвестное, но у него отец смотрят. Кто руководил-то ним, не пацаненок руководил. Ну а уж относительно России просматривается это пророчество. Первый Михаил образует государство, второй отрекается от него, это брат Николая со 2 на 3 марта 17 года. Николая Никита церковная Николая второго брат родной Михаил был, он ему власть передал. И третий Михаил приходит, третий Горбачок полностью этот конгломерат весь летает за скил, его как будто никогда и не было. И все которые государства, другие там республики с таким трудом приобретались, наладили жизнь, противник уничтожили, но казалось бы все, мир не тут-то было. И ничего нельзя сделать. Мы видим, как оно дальше, какая раскачка идет. Сейчас Казахстаном как-то налаживается, или Татарстаном, это может рухнуть в один день. И Россию просто пополам разорвут. Там половина, и запретят проезд, поездок, все тут. Поэтому сделать еще нельзя. Аналогию можно проводить. Можно. Владимир первый крестит, Ульянов ее раскрещивает, а третий приходит Владимир, передаст антихристу. все. Три. Три Михаила, три Владимира. Это не просто так. Это уже на пророчество. Вот возьмите Горбачок. Вы слышали как фамилия его? Горбачок. Такую фамилию нельзя придумать. Горбачок. Брежнев Байбач Ер. Брежнев умирает, на его место Ба Андропов Че. Черненко Е. Ельцин. Четыре правителя, и все буквы в одном порядке, в том порядке. Это нельзя сделать так. Потому что Владимиров еще можно найти часто. Че, Че редкая такая фамилия редкая. Нет у нас ни одного здесь. Мой дед был Щурнарев. И здесь именно в этом порядке. Четыре правителя, не просто люди какие-то, а первые лица в государстве именно в таком порядке иют. То есть это предсказано. Я когда он знал, мне это показал преподаватель второй группы космонавтов Лозин Анатолий Максимович с нами сидел в одной камере. Я посмотрел, вот это нельзя составить. Никак. Просто невозможно это составить. Вот сейчас допустим Путин. Вот теперь следующий должен быть на букву П. У. Уткин. Дальше Т. Теткин. Дальше какой Игнатов. И Н. Незнакомый. Незнаемый там фамилия. Это нельзя такие фамилии. Но найти можно. Но их сделать сначала первыми лицами государства, а они туда пробирались медленно. Там такая борьба, такие коалиции, первые лица. Вот в чем дело-то. И я вижу, что в этом уже занаряжено масона по Богу. И Бог дал все это испытать. А что масоны я масонов пытаюсь понять позиции того, что они много знают, трудятся, и у них одна из заповедей готовность умереть. Вот. Брежнев еще могу. Ему сказали пора. И все. Порошок урока. До свидания. И вот поскольку мы коснулись такой темы, наше время, смутное время, то достоянию нашей православной общественности известно ваше суждение по поводу тысячелетнего царства Иисуса Христа. Если я правильно понял, то оно наступило с момента распятия Господа на Долгофе. Но у людей порой складывается впечатление, что же за такое царство тысячелетнее, если в нем происходят такие катаклизмы, войны, Первая мировая война, Вторая мировая война, в Ираке беспорядки какие были, в Сирии идет война, события тоже в нашей России произошли. Как же понимать тогда, почему это происходит? То есть с одной стороны Господь свои законы не отменяет. Если ты согрешил, ты ответишь за это. Тут надо понимать внешнее и духовное. Царь Божие это не пища и питье. Когда царство, все дополняют, ну что, радость, правильность в Духе Святом перечисляются, что необходимо. Вот и все. Ты это получаешь, где-то приедет царство. Зачем мы молимся приедет? Мы верим в это? Верим. В душе у меня царит Христос. Царствует Он мой Бог. Вот и наступило это царство. Царствие Божие не придет приметным образом и не скажет вот здесь или вот там. Ибо оно внутрен вас. А вопрос если так ставить, то только по внешнему тысячелетиям. Тысячелетие царства это время евангельской проповеди. Человеку веру принял Христа. И когда говорится пока здесь приблизилось Царство Небесное, Царство Небесное называется Сам Господь Царь. Он сам пришел с Нима Царства. Вот и все. Так что все стоит на месте. Войны, все, а это все за пределами, за гранью моего уверования. На небе, когда у вас царится уже Господь, там написано и ворота закрываться не будут и дальше перечисляются. А раз ворота закрываться не будут, значит никаких иерархов, никакой Сирии, никаких игиловцев, этого ничего не будет. А сегодня, сегодня приходится закрываться. Даже здесь Господь уверовал, все, со мной вместе будь. Закрой дверь, закрой. То есть этот шум иерарх забудь. Думай не о земном о вещи. Царство Небесное. Это не так, что во царина понимает свидетелей его. Тут будут трамвари ходить, но дыма не будет. Будем заселять другие планеты, будем жениться, там много жертв, ну, как эти, на каждую ночь у него гори будут, они обновляться будут делаться девственницами, а он будет каждую ночь летом сорок стоить. Даже говорится смешно. У христиан совершенно иное понятие. Это возрастание во Христе Иисусе. Это будет то, что неведомо, невидимо, ни на ум не приходило, и передать нету слов, нет таких. Мы с этим должны согласиться. Вот и тысячелетие царства это очень большая тема. Я неоднократно уже объяснял и в видео, и в аудио, и в песне. Всегда топливков узнать, поэтому это называется Хилиан тысячелетие, когда на земле оно будет. Тартурян так понимал, церковь так не понимала. А у нас ступило царство на Голубоке. И тысячелетие царства это в данном случае две тысячи лет. Тысяча это не означает определенное тысяча. Десять тысяч выроснует тебя, а одиннадцать что, не подут, что ли? Нет еще. Десять тысяч, тысяча это много. Главное, что то и другое оставьте расти до жатвы. Если тысячелетие царства на земле, то ни о какой жатве не надо говорить. Сначала пшеницу на небе на тысячу лет. Восхищение церкви. А Библия говорит, что вначале соберите привила. То есть все наоборот. Ну все, пока. Я пойду оставляю вас. Сохрани Господь. господь. Ну все,